Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон» в студии Александра Крузе. Сегодня у меня в гостях руководитель камерного мужского хора «Древнерусский распев» Анатолий Гринденко. Анатолий Тихонович, здравствуйте! Здравствуйте, сэр. Анатолий Гринденко родился в 1950 году в Харькове. Учился в Санкт-Петербургской и Московской музыкальных специальных школах. После окончания Московской консерватории концертировал в качестве солиста на «Виоле да Гамбо» в России и за рубежом, завоевав широкую известность как виртуозный исполнитель и как участник различных ансамблей. В начале 80-х годов уезжает в Троице Сергиеву Лавру, где учатся иконописи. В 1980 году организовывает хор из числа учащихся семинарий и духовной академии в Троице Сергиевой Лавре. В 1985 году по благословению архиепископа Петерима организовывает в Москве мужской хор при издательском отделе Московского Патриархата, который существует до сих пор и известен как мужской камерный хор «Древнерусский распев». Коллектив с гастролями объездил десятки стран мира, выпустил несколько дисков. Как дирижер Анатолий Гринденко работает с различными монастырскими хорами, а также светскими коллективами в России и за рубежом, дает мастер-классы. Сегодня Анатолий Гринденко – гость программы «Канон». В своих выступлениях, в мастер-классах вы очень четко разделяете духовную музыку и душевную музыку. Я так понимаю, что у вас, как у простого советского человека, наверное, сперва была все-таки душевная музыка. Это так? Ну, конечно. Каким было ваше детство? Какая музыка звучала? Ну, дело в том, что я немножечко отличаюсь от большинства молодежи того времени, потому что учился в ЦМШ, это центральная музыкальная школа. А как попали туда? Родители были связаны с музыкой? Нет. У меня совершенно хрестоматийный набор военный. Отец – летчик, всю войну прошел от Финской до Берлина, мама – врач, как положено. Начали учиться в Харькове, в музыкальной школе, в ЦМШ. Вот сестра вначале занималась танцем, потом обратили внимание на ее слух, и в шесть лет она стала заниматься на скрипке. Она замечательная совершенно, уникальная совершенно хор. Народная артистка. Ансамбль, да-да. Опус-пост, Академия старинной музыки при филармонии. Вот такой настоящий искатель и копатель в музыке. Вы следом за сестрой решили? Да, да. В четыре годика я захотел играть на скрипке, потому что сестра играет, значит, и я должен играть. Так что с четырех лет я сел в эту галеру, понимаете, и как раб продолжаю ее тянуть. Но я читал в одном из ваших интервью, что у вас был период, когда вы вообще хотели отказаться от музыки, бросить это дело. Да, это в школе. Это невозможно. В восьмом классе такой был прессинг мощный и, ну, с моей точки зрения, такое бездушие, что, ну, было невыносимо совершенно. Вот я все решил бросить и поступить, заниматься археологией, географией. И в итоге вы себя заставили доучиться? Ну, заставил, да. Заставил. Я перешел на другой инструмент. Сестра, собственно, меня уговорила. Вот. Ну, и я очень рад, потому что именно в конце школы музыкальной я вдруг познакомился с ренессансной музыкой. И для того, чтобы как-то вот прикоснуться к ней, я стал искать возможность играть на Вилде Гамби. Это уже в школе? Еще в школе. Ну, вот. И, в общем-то, работая у Баршая, подрабатывая, так скажем, в камерном оркестре у Баршая, там я нашел как раз эту гамбу, которая стояла у них в Чулане. Я туда приходил, на ней занимался. Ну, вот. Так что, естественно, меня приобщил к этому Мартынов, такой Владимир Иванович, совершенно замечательный искусствовед, композитор, муж моей сестры. И мои беседы с ним, слушание музыки в первую очередь. Потому что у него была совершенно фантастическая, ну, и сейчас, естественно, есть коллекция виниловых пластинок «Дочи граммофон», где собраны григорианские песнопения, ранний Ренессанс, многоголосие, нидерландская музыка. Вот. И мы это слушали просто невозможно с каким удовольствием. Так что, и я, собственно, себе отксерил, там, не отксерил, даже сфотографировал какие-то ноты, с утра играл, вообще, только продрав глаза, играл на фортепиано, вот эту полифонию раннюю. В общем, вкус полифония у меня, конечно, через европейскую школу. Вот. А потом уже в консерватории я обнаружил, собственно, кладезь русской музыки. Бражников, Успенский, вот эти самые хрестоматики, с которыми я познакомился. Ну, видите, много лет вообще ходило мнение, что до Глинки, в принципе, вообще русской музыки не было. Да, и мы также считали, у нас, значит, мы учились на первом курсе по груберу истории музыки русской, просто музыки. И на русской музыке одна пара, там чуть-чуть что-то такое, понимаете, вот. Вот. Так что, на самом деле, действительно, считали, что до этого, до Глинки щи лаптями хлебали. Вот. Я-то понимаю, потому что, почему это... В то время же, как бы сказать, было образование социалистическое, партийное. Вот я сам был комсомольцем. И, разумеется, что церковная музыка, древнерусская музыка, профессиональная, она была только церковная. Вот. А церковная вся изгонялась, там, насколько возможно, замалчивалась. Я помню, капелла Юрлова пела Херовинскую с закрытым ртом. Представляете себе? Так вот, сто человек стоит и мучит в капелле. Ну, многие рассказывают, что переписывались тексты, какие-то другие стихи находились. Ну, наверное. Про солнце, про море. Да, разумеется, да. Однако эта музыка существует, и ваш коллектив эту музыку поет. Я предлагаю сделать небольшую паузу сейчас, послушать ваш коллектив. ПЕСНЯ 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 Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях руководитель камерного ансамбля «Древнерусский распев» Анатолий Гринденко. — Анатолий Тихонович, я знаю, что в вашей жизни был период не только увлечения классической музыки. Как говорится, от барокко вы в какой-то момент перешли к року. Что вас вдохновляло в этой музыке? — Ну да, я, кстати, начал говорить, желая ответить на этот вопрос, потому что музыкальная школа ЦМШ – это особенная школа. Она как бы для особо одаренных детей. Извините, я себя таким не считаю, но как бы вот так вот избрали. В свое время. Вот. И мы переехали из Харькова в Петербург, потому что на Москву сразу не было возможности поменять. Пораучившись три года в ЦМШ, мы с сестрой переехали в Москву. К Инкелевичу в класс. Это великий профессор по скрипке. Вот. И, понимаете, вот наш вкус сформирован, разумеется, прекраснейшими образцами. Поэтому, в общем-то, попса, которая в СССР звучала, она и была для нас попсой. Понимаете, мы не были подвержены вот этому очарованию вот этих. Конечно, за исключением там некоторых песен, там, той же Пахмутовой, потрясающих совершенно. Да и вообще нет. Вообще совершенно советская музыка, она замечательная. Во многих вещах, вот особенно военные песни, потрясающие просто. Вот. Но тогда, естественно, поскольку мы находились немножечко в такой стойке режиму, понимаете, вот, неизбежно, практически все. Одни проявляли свои отношения, там, диссиденты. На самом деле, почти все были диссидентами. Вот. Но при этом я был вообще искренний пионер. Вообще, я помню, как я с детьми, там, с ребятами шли, и родили, я не на готову, с крыши был броситься, понимаете. Не то, что там вообще. Жизнь отдать точно. Вот. Но это воспитание, понимаете, на фильмах. Конечно, это потрясающе совершенно действовало. И все это во мне и сидело параллельно с тем, что, кстати сказать, смотрите, вот, Битлз, при мне как раз в это время появились Битлз, и я их не любил. Ну, как не любил? Я чувствовал, что я их должен не любить. Во-первых, их манера пения, там, вот, такая источность некоторая, вот, мне казалось, что это дворовая какая-то команда. Ну, разумеется, я-то их слышал через какие-то мыльницы, через какие-то громкоговорители с искажением ужасным. А хубава, конечно, была. Ну, конечно, да. Но, однако же, на всех вечерах школьных она сопутствовала, эта музыка. Потом просто вот я вот у Серебровских такой художник Владимир, недавно умер, у него дома, я вдруг услышал, тех же Битлз, потом там этот Джентл Джайант, вот, первое, что я услышал, и что меня совершенно поразило. Конечно, это английская рок-группа, значит, они сами выпускники вузов, то есть имеют классическое образование. И вот этот ломанный ритм необыкновенно с акцентацией мерцающей такой, с чудесным вокалом, просто изумительнейший вокал. Ну, разумеется, понимаете, он не мог не подействовать на уши мои, там, на профессионализм мой. Конечно, я влюбился в рок, но именно в этот рок. Понимаете, вот тот Кинг Кримсон, который написали в 8 дисков, Дженезис, Коллинс. То есть такой сложный классический рок. Ну, сейчас называется, раньше назывался это симфорок, он не был популярен, и его довольно сложно было достать. Ниже Дю Папу, в общем-то, народ не опускался. Вот. Но я думаю, что вот такие группы, как Дженезис, там, ЕС, возможно, скоро будут проходить в школах, потому что это по композиции чудные вещи, по всему вообще, по акустике. Там просто другое отношение к мелодизму и вообще к материалу музыкальному. Не такой, к кому мы привыкли. Понимаете, мы привыкли. Есть мелодия, и вот на эту мелодию вариации, развитие, разработка. Вот. А здесь нет. Здесь сама акустика является музыкальным материалом. Дальше, ближе, тупая, глухая, необыкновенная, космическая какая-то. Понимаете, то есть вот игра совершенно другими категориями в этой музыке. Но она, видите, она тоже как бы закончилась, потому что сейчас кризис необыкновенный в этом плане. И то, о чем я говорю, вот эти названия молодежь не знает. Не знают абсолютно. Ну, Битлз еще знают, и то ценят их, потому что они плохо играют. Понимаете? Далее в вашей жизни был период, о котором вы говорите так. Христианство открыло другую сторону природы музыки. Как это произошло? Вы слушали классическую музыку, увлекались роком. Что вдруг потом случилось? Ну, то, что я наткнулся, собственно, на древнерусскую музыку, это совмещалось с моим постоянным поиском смысла. Ну, хотелось бы сказать все-таки Бога. Понимаете? Потому что смысл, я знал, что есть смысл. Прекрасно понимал, что если уж травка имеет смысл любая, то тем более человек имеет смысл и относительно себя, я понимал прекрасно, что есть какой-то замысел, который просто надо открыть и понять. Вот поэтому, разумеется, вот как все в то время, российские граждане, интеллигенция вовлекалась востоком, ну, не просто увлекалась, конечно, это был поиск путей. Потому что самое невзрачное в то время, это было православие. Понимаете, вот особенно там с консерваторскими ушами, заходишь в храм, самое ужасное, это певцы, которые списаны на пенсию, из большого театра, из театров. И вот они со своими академическими голосами, с невероятной раскачкой. С тремором, да. Ну, конечно, да. Как вы все-таки вот из увлечения востоком нашли этот путь? Ну, вот... На который вы вначале не обращали внимания. Ну, понимаете, я тут немножечко такой для себя придумал историю и решил уединиться, чтобы понять, кто это такой. Вы уехали в Лавру? Нет, в лес. В лес сначала? Да, в лес. Что это за история? Я прекрасно понимал, что через меня проходит поток информации. Школа. Постоянный какой-то стресс. Я постоянно должен готовиться к этому, к этому, к этому, к этому, к этому. Прихожу домой, телевизор, радио, разговоры с людьми. И когда, значит, вечером я оставался в другой комнате при свете лампы настольной, я пытался как-то немножечко понять, кто это такой и что я из себя представляю. Но в Москве это было невозможно. Я решил поехать в лес, ну, такие юношеские идеи максималистические, и ни о чем не думать. Вообще просто, вообще ни о чем не думать, гнать любую мысль. Вот я нашел на карте какое-то зеленое пятно огромное в Архангельской области. Посмотрел, там нашел место, называется Мехреньга. Слово такое интересное, мне страшно понравилось. Ну вот, и, в общем, я как-то снарядился. Удалось вам услышать тишину? Да, я поехал. До Няндамы, от Няндамы, там автобус шел до этой Мехреньки. Вот я оказался в этой невероятной тишине, потому что совершенно вымершая деревня, покосившийся храм, закрытый, разумеется, деревянный, огромные вообще бревна, венцы, из которых избы составлены. Вот и вся эта деревня стоит в полной тишине. Ни звука, ни собаки, ни птицы, ни курицы. А просто, я, знаете, как, просто уши закладывал от этой тишины. Я вот случайно увидел одну, там, какую-то женщину в окошке, к ней подошел, со стороны выяснилось, что это бабушка, которая пела водочку, обмакивая туда ржавую селедку. Потому что единственное, что было в магазине, там, раз в неделю приезжала какая-то машина и привозила хлеб и селедку, и водку. Вот. Ну и еще конюхов такой, который там жил, егерь. Вот. Собственно, я там разузнав, где что, где что находится, нет ли близко лагерей, потому что самое опасное на севере – это беглые картриджи, беглые из лагерей. Ну вот, и я даже научился, учился бросать ножи. Вот. Это отшельничество вас к чему привело? Ну, к тому, что я учился, да, значит, я стал читать в результате. Потому что, ну, там, три дня я пытался ничего не думать, ни о чем не думать. Но сами собой всплывали какие-то глупейшие интонации, песенки. Вот. И я понял, что это что-то нереальное. Вот. Потом, сидя в лесу, ты понимаешь, что все трудятся. Растения, деревья, озеро – все свою функцию выполняют. А я человек. Здесь как бы лишний, потому что я не выполняю свои функции. Но я тогда начал читать, потому что я взял с собой Библию. Вот. И когда, собственно, я прочитал послание апостолов, они меня совершенно пробили, потому что они настолько живо, настолько актуально звучали. Они сейчас, кстати сказать, удивительная вещь. Не скажешь, что это 2000 лет назад написано. Абсолютно вообще. Это прямо относится к каждому из нас. Вот потом это письма, а не просто какое-то творение. Вот. И то, что это обращено к людям, к Оринфянам, у которых апостол Павел был, это, конечно, потрясающе. Вот. И тогда вот я и подумал, ну, хорошо, ну, что же мне мешает верить? Что неужели мне надо, чтобы Христос передо мной распялся, чтобы я увидел, как это происходит, а потом я увидел бы еще и воскресенье. Вы представляете, я думаю, ничего себе, миллионы людей, миллионы раз должен Христос распинаться перед каждым. Какое хамство вообще. Ну, такие вот были наивные рассуждения юношеские. И, в общем, с этого момента у вас, можно сказать, началось... Да, да, да. Открылось новое зрение. Распев Анатолий Гринденко. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Распев Анатолий Гринденко. Распев Анатолий Гринденко. Распев Анатолий Гринденко. Распев Анатолий Гринденко. Анатолий Гринденко. Распев 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 Анатолий Гринденко.